Сегодня на Светлогорском телелозно-кордонном комбинате прогремел выбух. Мясовые жахары зауважили над заводом клубы черного дыма и открытое полымя. На место подей выехала наша сдымочная группа. Назвышенное ударение на Светлогорском ЦКК отбилось приблизительно о 11 годин. Оперативно на место ударения выехали воротовальники. На ликвидацию пожара спотребилось крыху больше за годину. Калеопудня подобные видеокадры начали заполнять просторы социальных сеток. Пожар трапил у объективы камер, як профессийных журналистов, так и звычайных видовочцев. Як высветлилась у адным з цеха, у подрядная организация выконывала зварышные работы. Отбывся выбух, паследшаго загорелся резервуар с гаручим. У ее местности объемом 200 кубичных метров знаходился талавый аллей. Гэта побочный продукт вырубу целлюлозы, з яго отрымливается органичная речева «Канифоль». К месту пожара были направлены силы и средства Светлогорского гарнизона. Всего было задействовано в ликвидации 16 единиц техники, 57 человек. Суседние резервуары, увы, некую инциденту, не потерпели. Як означали на предприемстве, праца не спынялась. Завод денежал в звычайном режиме и на выпуск продукции пожар не повплывал. Работали системы бесперебойного питания. Завод работал, получается, цех был только обесточен один. Все остальное производство работало в штатном режиме. Однако трагедии позбегнуть не удалось. От выбуховой хвали при падении загинул 40-годовый зварщик. На место сдарения выехала оперативно следшая группа. Свою оценку дадут и супрационники криминалистичного отдела управления следшего комитета по Гомельской области. Назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются должностные лица подрядной организации и завода, а также работники. Изучается изъятая документация по охране труда, по технике безопасности и по проведенным огневым работам. Светлогорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса Беларуси. То есть нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. За ситуацией в Сочи эти представники областной экологичной службы. Мы будем информовать Глядашов, когда начнут поступать новые дадены.